Ну что ж, уважаемые зрители, второе видео на тему того же самого сюжета. У меня появилась информация, которой не было при первом моменте записи. То есть, в воскресенье то, что я записывал. Ну, во-первых, это мужчина, а не женщина. Несмотря на внешний вид, ну, качество видео, скорее всего. И проблема началась внутри бензозаправки, когда они стояли в очереди. И вот этот мужчина в черной майке, в маске и с косой, судя по всему, прошел без очереди. Несмотря на то, что очередь была. И у черного, который на него напал, вот это как раз повлекло срыв нервов. Вот там сейчас, кстати, идут крики в его сторону. Это произошло в городе Балтимор, штата Мэриленд. Где нету закона, по-английски называется stand your ground, то есть закон о самообороне, который позволяет людям защищаться без требований попытаться скрыться. В Балтимор, как часть штата Мэриленд, такого закона нету. У них, в принципе, обязательно скрыться или попытаться уйти от нападения перед тем, как самообороняться. В данном случае это может создать данному человеку, стрелку, проблему, потому что он не попытался сначала скрыться, а потом вообще остановился, как бы чуть ли не призвав на себя нападение. Это может привлечь к нему суд. Вот этого человека снесло мозги внутри бензозаправки. Но, реально говоря, та самая ситуация. Закрыл бы он вот этот вот, который в машине, дверь на замок, проблемы, скорее всего, не было бы. Уехал бы, тоже, скорее всего, никакой проблемы бы не было. Причем проблема тут у него и у него. Еще неизвестно, у кого она будет серьезнее. То есть, была бы в данный момент дверь закрыта на замок. Я лично тоже не закрываю сам на замок. У меня машина, которую я начинаю ехать, сама защелкивает через какую-то там дистанцию или время. Я подозреваю, что на многих современных машинах такая же ситуация. Люди просто не задумываются. А это одна из таких вещей, одна из таких акций, которые позволяют улучшить вашу ситуацию для самозащиты, самообороны. Потому что, в принципе, долбиться в окно, закрытым на замок машины, это не то же самое, что просто открыть в нее дверь. И это даст вам дополнительное время, какой-то шанс показать, что действительно на вас идет нападение, а не просто вот так вот открыть дверь. Это тоже, в принципе, нападение, но немножко проще с точки зрения нападающего. Одна из причин, почему я думал, что это женщина, потому что черный начинает кричать на вот этого человека. Ругательным словом, так говорится, самка собаки. Я думал, что это относится к женщине. А это он просто так разговаривает. Ну, человек, я не знаю, может быть, отсидел, либо у него такая культура языка, или без культуры языка, не знаю. Это не ко мне. В общем, здесь начинается спор, ругань. Кстати, здесь, судя по всему, человек снимает на видео, на телефоне. И вот здесь был удар левой рукой, действительно. И, кстати, телефон выполн, может быть, потому что в этой руке был телефон. Я не знаю, что здесь такое выпало. Это телефон или чехол, или еще что-то очень сложно сказать при данном качестве видео. Возможно, это также разогрело кровь в жилах человека, который сидел в машине, который решил остановиться и разобраться. Может быть. Или просто остановился по какой-то другой причине. И непонятно. Но дверь у него... Видите, здесь дверь открылась не из-за движения машины, а сама. Скорее всего, сам человек открыл. Может быть, ему надо было что-то там разобраться. Может быть, там ремень застрял в двери. Мы этого не видим, потому что у нас нет другого ракурса камер. Реально говоря, здесь очень много чего скрыто. И это одновременно, из-за того, что он остановился рядом, дает возможность, в принципе, суду подумать, что он остановился, чтобы разобраться. Хотя, может быть, совершенно не так. Ну и также дает возможность вот этому человеку подойти к машине, дистанция очень маленькая, и начать туда опять лезть. И смотрите, выстрел. Почему я остановился здесь? Смотрите, вот этот вот выброс стекла из лобового стекла красной машины. То есть, вот этот выстрел промахнулся против нападающего меньше метра дистанции и попал в машину, в которой сидел пассажир, рядом с которой проходил другой человек, женщина-водитель этой машины. Там дальше бензозаправка, колонки бензозаправки, в которых попасть пули, мог произойти вообще взрыв бензина или возгорание, в зависимости от того, если куда попал. То есть, это очень опасно для тех, кто считает, что вблизи невозможно промахнуться. Вот вам пример, насколько невозможно промахнуться. И также это подсказывает, что те, кто собирается защищаться в машине, садите на курс, как стрелять из машины. Такие курсы существуют и очень полезная вещь. Я лично на таком не был тоже. То есть, мне это тоже надо бы сходить и буду смотреть, если найду такой. На каком-то количестве курсов я был, но явно недостаточным. И их нужно повторять, потому что это механика. И это то, что вы в тире повторить сами по себе не сможете, если у вас нет места, где можно прямо из машины стрелять. Вот смотрите, промахнулся. И парочку выстрелов попало. Реально говоря, вот этот человек сейчас находится в госпитале. Он там не умер. И он до сих пор не умер. Откуда я эту информацию взял? Это то, что данный сюжет, данная ситуация была освещена на канале Active Self Protection. Канал, который как раз занимается самообороной. YouTube канал достаточно крупный в этой области. Они, кстати, предлагают обучение в США тоже, но вот не в моих, не в том регионе, где я нахожусь. И следующее. Стрелок здесь просто уехал. И это, кстати, вот то, что я повторяю, то, что было сказано на ESP, канал Active Self Protection, что если бы он отъехал на безопасную дистанцию, сравнительно безопасную, и позвонил бы в полицию оттуда, то, возможно, на него бы посмотрели более положительно. Потому что в данном случае будет в любом случае два мнения. Как минимум два, если не три, четыре. О том, что здесь произошло. Это его мнение. Это его мнение. Это вот этого человека мнение. Это вот этого человека мнение. Как минимум. Возможно, будет еще проходящий мимо, потому что здесь женщина, по-моему, проходила мимо. Я не знаю, кто там сидит на заднем сидении. Возможно, ребенок. Это тоже будет считаться. И так далее. Но попадание в чужую машину при самообороне, это явно не будет положительной вещью. Хорошо, что никого не убил. Но вот то, что здесь будет суд, и вот этому стрелку будет достаточно тяжело и долго с этим разбираться, здесь практически гарантировано. Особенно учитывая штат, в котором все это произошло. Для тех, кто не слышал вначале, город Балтимор, штат Мэриленд. Далеко не самое лучшее место для проживания. Спасибо за внимание. До следующего видео. Еще раз. Это мужчина. И вот про того, кто видит. Вот сейчас посмотрим. Вот видите, вот человек проходит. Вот это, мне кажется, женщина. Вот видите, она же все-таки видит, что здесь происходит и слышит. И что меня смущает, это что вот здесь происходит. Вот это вот. Видите, здесь есть какое-то движение. Может быть там пассажир, может быть там ребенок на заднем сидении. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok